Каждое утро семьи Холодняк начинается с кормления птицы. 2000 уток и гусей требуют корма и ухода. Заняться большим хозяйством они решились год назад, когда переехали в Воловский район из Луганской области Украины. Глава семьи получил субсидию как начинающий предприниматель. На эти 300 тысяч построили сарай, затем взяли займ в миллион рублей. Средства потратили на закупку птицы и корма. Наша утка пока в разработке все проходит, мы еще опробуем на партию, планируем на 2017 год свою картину построить. Копченую охлажденную утку от ИП Холодняк покупает не только односельчане. Экологически чистую продукцию уже опробовали в Липецке, даже Москве и Петербурге. На достигнутом не останавливается, хочет расширить производство минимум до 5000 и построить убойный цех. Планами предприниматель поделился с главой региона Олегом Королевым на административном совете. Создать кооператив, объединить мелкого производителя и создать уже более серьезную организацию. Михаил, будьте уверены, что по дальнейшему развитию вашего кооператива у нас уже создана программа. Мы будем оказывать вам такую же эффективную помощь, которую оказали сами наши. Спасибо, молодец. Села региона должны развиваться как города. Это одна из главных задач, обозначенной главой региона на первом в этом году административном совете. Это должно касаться и доходов населения. Поэтому поддержка малого бизнеса, развитие кооперативов – одно из приоритетных направлений. В Воловском районе кооперативов более 90. В прошлом году они реализовали продукции на 75 миллионов рублей. Поддержка малого бизнеса, она всегда актуальна. Мы не снимаем это и считаем, что это основная задача. Потому что, как бы там ни было, но поступление в бюджет от малого бизнеса с год от года всегда увеличивается. Я думаю, на это надо сделать акцент одно и еще раз повторюсь на качество уровня жизни населения. Повышение качества жизни на селе – тоже задача немаловажная. В Воловском районе к социальной сфере внимание особое. Не случайно первый в этом году административный совет прошел в культурно-спортивном комплексе «Луч». Этот уникальный объект открыли совсем недавно – осенью 2016-го. Под одной крышей разместились концертные, танцевальные, тренажерные и спортивные залы. Каждый житель села нашел здесь увлечение по душе. И таких комплексов будет построено 35. Они появятся во всех районах области. В тренажерный зал тоже начали ходить. По крайней мере, я это вижу. Ну и вот, и тут посещаемость тоже, знаете, высокая. Каждый день, то есть вечером собираются, часов в 5-4 где-то так и ходят сюда. Газификация, плавательные бассейны, дома культуры, амбулатории, фельдшерско-кульшерские пункты, дороги, муниципальный транспорт. Она, Липецкая, создает условия для того, чтобы создать равные условия для всех. И сберечь провинцию, потому что провинция – это не сельское хозяйство, это не отрасль экономики. Это отдельный мир. Это свое мировоззрение. Это свой образ жизни. В Долгоруковском районе ставку сделали на привлечение инвесторов. В 2016 году сумма инвестиций составила более 1 миллиарда рублей. Это в 9 раз превышает доходную часть бюджета. Самые крупные проекты – строительство хранилища для картофеля на 6 тысяч тонн, реконструкция животноводческого комплекса на тысячу голов. В селе Большой колодец начали строить молочный комплекс на 500 голов. Это позволит создать десятки рабочих мест. Липецкая промышленная компания у нас, конечно же, планирует реализовывать серьезные инвестиционные проекты. Это строительство элеватора на 70 тысяч тонн хранения и молочного современного комплекса, молокоперерабатывающего комплекса. Все эти проекты дадут возможность создать порядка 70 рабочих мест. В Тербунском районе продолжают развивать особую экономическую зону регионального уровня. Самым крупным проектом 2016-го стало открытие одного из крупнейших в Европе заводов по производству кормовых добавок. Меньше чем за год выпущено более 10 тысяч тонн продукции. В тестовом режиме успешно работает предприятие по производству растительного масла. Его открытие планируют в первой половине этого года. Вот эти крупные инвестиционные проекты, это что? Это, конечно, дополнительные рабочие места с хорошей высокооплачиваемой заработной платой. Это дополнительные налоги в отчислении и в местные региональные бюджеты. Это, конечно, определенный уровень стабильности территории. По поручению Олега Королева в ближайшее время должна быть разработана комплексная программа. В ней будет содержаться план развития региона до 2030 года. И особое внимание нужно уделить развитию инфраструктуры села и повышению качества жизни. Фактически должен быть разработан комплекс мер, который позволит сгладить дисбаланс в развитии городов и сел. Ольга Родина, Андрей Зубков, Липецкое время, Воловский район.